МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Шансон ТВ, программа «Короткий разговор». С вами Катерина Голицына и вся правда шансона. Каждое время года имеет свои достоинства и недостатки. Приносит нам разное состояние души, разное настроение. Многие из нас умеют радоваться даже осенним дождям, сумеркам межсезонья и зимним вьюгам. Но все же весна есть весна. И лично для меня самый долгожданный месяц в году – это март. Потому что все – надежда на тепло и солнце, голубое небо и пробуждение природы, наше внутреннее душевное пробуждение после зимних холодов начинает шаг за шагом сбываться именно в этом месяце. А еще в марте посчастливилось родиться многим нашим любимым артистам. Уже не говоря о наших любимых телезрителях, среди которых тоже немало мартовских именинников. Всех их мы поздравляем и желаем счастья, здоровья, мира и весеннего настроения. 1 марта 1937 года родился замечательный композитор Евгений Дога. Евгений Дмитриевич – народный артист СССР, автор музыки многих популярных фильмов, а также нескольких сотен песен. Шансон ТВ от всей души поздравляет Евгения Догу с днем рождения. 3 марта 1925 года родилась Римма Васильевна Маркова. Народная артистка России, кавалер Ордена Почета и Ордена за заслуги перед Отечеством, великолепная российская актриса театра и кино. На счету Риммы Марковой более 60 ролей в кино и множество потрясающих ролей в театре. Она и сейчас остается одной из самых востребованных актрис. С днем рождения эту удивительную женщину поздравляют миллионы почитателей ее таланта, и наш телеканал к этим поздравлениям безусловно присоединяется. Долгих вам лет, здоровья и еще много замечательных ролей. 7 марта отпразднуют свои дни рождения Александр Ф. Скляр и Виктор Критяков. И если для Александра 2013 год юбилейный, то Виктор свой юбилей уже перешагнул и уверенно идет вперед, даря своим поклонникам новые песни и концертные программы. Да и Александр Феликсович, несмотря на несколько более внушительную цифру, 55 лет ведет весьма активную и бурную творческую жизнь. Концерты, съемки, телепроекты, записи новых песен. Молодцы, мальчишки, так держать. Говорим мы Виктору и Александру с днем рождения. 13 марта тоже дарит нам в дни рождения сразу двух звезд шансона по-русски. Иван Леонидович Кучин. Легенда жанра. Человек-загадка. Не дающий интервью и принципиально не выступающий с концертами в Москве. Но так отчаянно любимый миллионами не только в России, но и далеко за ее пределами автор-исполнитель. Но несмотря на его закрытость и эдакий налет недоступности, все выпущенные им альбомы, а не только новинка 2012 года «Небесные цветы», до сих пор востребованы, и их тиражи постоянно допечатываются. Его концерты повсюду собирают неизменные аншлаги. Поздравляем артиста и всех его поклонников. Всего самого доброго и успехов. Федя Карманов, родившийся в этот же день, то есть 13 марта, наоборот, сама открытость и радушие. Веселый балагур, душа компании. Не сторонится ни камер, ни микрофонов. А в Москве только в этом осенне-зимнем сезоне выступал уже несколько раз. Каждый раз с большим успехом. С чем, помимо дня рождения, мы Федю Карманова и поздравляем. Удачи тебе, Федя. Новых, хороших песен и аншлагов. 20 марта. Народного артиста России и Украины, композитора Александра Морозова, с юбилеем. 23 марта. Обаятельного и неунывающего, поразительно музыкального, ни на кого не похожего, нашего мистера ретро Валерия Сюткина. 29 марта. Особенный день даже для череды дней рождений звезд шансона. А почему? А потому что нас, женщин, по-прежнему гораздо меньше, чем наших коллег из числа сильного пола. А такая хрупкая, нежная, женственная, красавица и умница, любимица нашей публики, обладательница хрустально проникновенного голоса и удивительно искренних интонаций своих песен. как Ирина Круг родилась именно в этот день. В душе у меня расцветали цветы, когда ты меня обнимал. Трудолюбие и талант, прекрасный музыкальный вкус, умение держать удар и идти вперед – все сочетается в Ирине. И все это и привело ее к такому заслуженному успеху и обожанию нашей аудитории. Поздравляем тебя, Ирочка! Любим и верим в тебя! Твой сегодняшний успех – это всего лишь начало. Только вперед! А мы будем всегда рядом! 30 марта отметит свой 60-летний юбилей Леонид Сергеев – поэт, автор-исполнитель, сам в шутку называющий себя самым крупным бардом России. Выпустивший более 15 сольных альбомов, несколько книг, песни которого знают наизусть и с удовольствием поют люди самого разного возраста, социального положения и политических взглядов. Потому что у него отличные песни, отличные от других и просто замечательные. С днем рождения, Леонид Александрович! Ну а завершит мартовскую череду юбилеев и дней рождения Гарик Кричевский, гордо шагнувший за тот самый мужской рубеж в 50. Фонограммщики, не переходите на живой звук. Вам этот менинг не надо, он нужен мне. Гарик, принимай поздравления от лучшего музыкального телеканала страны «Шансон ТВ», миллионов твоих поклонников и твоих друзей. «Будь счастлив, а мы счастливы, что ты у нас есть». Мы не можем не вспомнить тех, кто родился в марте, но уже ушел из жизни, оставив в ней яркий след своего таланта. 4 марта 1925 года родился великий французский композитор, аранжировщик, дирижер, «Поль Мариа». 8 марта мы с вами могли бы праздновать 72-летие великолепного Андрея Миронова, а 12 марта – 74-летие эпохального Аркадия Северного. 21 марта 1895 года родилась еще одна легенда советской и российской музыки – Леонид Осипович Утесов. Первый из артистов эстрады, удостоенный звания народного артиста СССР. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Пел Утесов своим неподражаемым голосом. Спасибо, Леонид Осипович, за ваши песни. Говорим мы сегодня и продолжаем слушать, смотреть и любить все, что было создано этим талантливейшим человеком. Вы смотрели программу «Короткий разговор». Ваши рассказчики – Катерина Голицына и вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку. До скорого! КОНЕЦ КОНЕЦ